Меня зовут Юлия Хадарцева, я психолог, расстановщик, энерготерапевт. Я специализируюсь на расстановках, на энерготерапии. И сегодняшняя тема эфира «Жизнь на 100». И я как раз-таки тот человек, который... Ничего не понимаю, видите, как свет падает, странно. Ну ладно. Я как раз-таки тот человек, который стремится проживать свою жизнь на все 100. На все 100%, на все 100 градусов, на все 100 возможностей. И сегодня наш эфир как раз-таки об этом. Сегодня эфир называется «Жизнь на 100», и мы задавали вам вопрос, на который я сегодня буду отвечать. Но вообще, если поговорить про жизнь на 100 немножечко, да, то важно понимать. И моя специфика, как я работаю, я работаю с уровня души, с уровня тела и с уровня личности. И жизнь на 100 – это когда ваша душа, когда ваше тело, когда ваша личность могут проживать свою жизнь на 100. И любое... Спасибо, Женечка моя, спасибо, Жень. И любой аспект нашей жизни нужно рассматривать, мы всегда рассматриваем с трех аспектов. Потому как, как ни крути, человек пришел в этот мир не просто в духовности заниматься, не просто там заниматься личностью, не просто телом, да. И моя специфика работы, я работаю по всем трем направлениям – уровень души, уровень тела и уровень личности. Так вот, сегодня на эфире я хочу посмотреть, что же такое «Жизнь на 100» по всем трем направлениям. 100 – с уровня души, 100 – с уровня личности и 100 – с уровня тела. И на самом деле, когда мы это все соединяем и идем параллельно по всем трем направлениям, потому что нет кого-то главнее, нет главнее душа, главнее тело, главнее личность, главнее. Они все вместе, вместе здесь делают что-то важное. Здравствуйте, здравствуйте, мои любимые, присоединяйтесь. Поэтому «Жизнь на 100» – она тоже об этом. И мой личный секрет, почему мне удается это все делать совместно, это потому что я одновременно подхожу ко всем трем разрезам одинаково. Я одинаково смотрю, насколько довольна моя душа, насколько довольна моё тело, насколько довольна моя личность. И с такого аспекта я рассматриваю все эти варианты. Поэтому первое, чтобы жить на 100, нужно четко понимать, что мы в этот мир пришли с трех направлений – с уровня души, с уровня тела и с уровня личности. И что же такое «Жизнь на 100»? Это когда мы начинаем смотреть, а что же реально хочет наша душа, а что же реально хочет наше тело, а что же реально хочет наша личность. И тогда мы начинаем разбираться, да? Давайте начнем с нашего любимого физического тела, я его обожаю, обожаю и люблю. И если говорить конкретно, что же хочет наше тело. Наше тело, как бы вам ни казалось, это вы с точки зрения личности или чего-то еще хотите полежать, поспать, отдохнуть и прочее. Но глобально наше тело было создано для того, чтобы двигаться. Наше тело имеет руки, ноги, оно имеет рот, возможность перемалывать пищу, возможность говорить, возможность видеть. И для всего этого наше тело создано. Если говорить глобально, то огромное количество примеров того, что наше тело на самом деле используется на 2-3% от его возможностей. Да, что наше тело может намного больше выдерживать, намного больше делать, намного больше создавать. И тело создано для того, чтобы быть в движении. И сейчас мир приходит к тому, что мы очень мало двигаемся. И важно понимать, что тело хочет движения, тело хочет заземления, тело хочет быть важным и нужным. И жизнь на 100 с точки зрения тела, это постоянно находиться в развитии точки зрения тела. Что такое развитие тела? Это понятно, конечно же, наш спорт, это движение, это регулярные нагрузки, регулярная возможность двигаться и развиваться. Так вот, жизнь на 100 с точки зрения тела, это регулярное развитие тела. Как у нас может развиваться тело? У нас есть физическое тело и энергетическое тело. Если мы говорим о физическом теле, это все истории, где мы развиваем мышцы, развиваем гибкость, правильно питаемся, приводим в порядок желудочно-кишечный тракт, приводим в порядок иммунную систему, там, не знаю, эндокринную систему. Это когда мы каждый день занимаемся чем-то, что дает нашему телу возможность жить на 100. Опять же, сюда относятся массажи, правильное питание, воздух, прогулки, путешествия с точки зрения тела. Почему важны путешествия? Витамин D3 очень важен нашему физическому телу, поэтому нам очень важно раз в 2 месяца, раз в 3 месяца выезжать на солнышко. Например, физические нагрузки очень важны, поэтому нам обязательно нужно 3-4 раза в неделю заниматься спортом, давать аэробную и силовую нагрузку. Вот, и это про жизнь на 100, понимаете, про жизнь на 100 с точки зрения тела. Привет, солнышко, привет, мои любимые, привет, мои любимые, задавайте мне вопросы потихонечку. Сегодня эфир, посвященный теме жизнь на 100, жизнь на 100. Вот, и опять же, к физическому телу у нас относятся еще энергетическое поле, у нас есть физическое наше тело и также энергетическое поле. Что такое работа с энергетическим полем? Это все наши энергетические практики, это подпитка энергии, это все вот эти вот путешествия в энергетически сильные места, это все, что дает возможность энергетическому телу двигаться. Я больше месяца не выдерживаю находиться в одном месте. Да, 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 я тоже. Это про то, когда вы берете новые энергии, да, когда вы путешествуете для того, чтобы взять новые энергии. Вот, то есть, если резюмировать, у нас есть, чтобы жить на 100, мы должны подходить с трех аспектов. Первый аспект – наше физическое тело. Физическое тело, оно зависит от правильного питания, от правильной физической нагрузки, от экологических мест, в которых мы находимся, от приема витаминов, от поглощаемой жидкости и прочие, прочие, прочие вещи. А где взять ресурс на движение? Женечка, моя любимая, привет. Где взять ресурс на движение? Просто вот сейчас, Жень, поймите, что мы сейчас работаем с телом, говорим про тело. И у тела по-любому есть ресурс на движение. Тело родилось, чтобы двигаться. Вот давайте так рассмотрим. Тело – это такая зверюшка. Если вы возьмете любых зверюшек, ну, не знаю, вот у меня лошадь есть, то ее выпусти в поле, она скачет, как сумасшедшая. Тело создано для того, чтобы двигаться. Тело создано для того, чтобы двигаться. И то, что у него нет ресурса, здесь есть какие-то варианты. Либо неправильное питание, либо неправильный образ жизни, ну, неправильный с точки зрения тела, да. Тело что хочет? Двигаться, есть здоровую еду, наслаждаться, дышать и прочее. Берите обычных зверюшек. Они бегают, прыгают, едят то, что им хочется. Они не едят то, что сказали. Они едят то, что хочется. И здесь важно понимать, что тело физическое, когда вы с ним в контакт ходите, оно ест именно то, что нужно. Вспоминайте кошка или сова, которому, когда плохо, они перестают вообще есть, например, да. И понятно, что у нас огромное количество травм в личностный уровень, в личностный уровень перейдем. Но если говорить про жизнь на 100 с точки зрения физического тела, то физическое тело создано для того, чтобы двигаться, для того, чтобы правильно питаться. Как найти гармонию среди этих трех аспектов? Даже мы об этом поговорим. Мы обязательно об этом поговорим. Ну, то есть, глобально, понимаете, да, есть физическое тело, которое создано для того, чтобы двигаться и жить. И ваша задача сделать все, чтобы оно хотело. И, вы знаете, для тех, кто занимается спортом, для тех, кто правильно питается, вы, наверное, чувствуете это, когда ты уже начинаешь в это входить, ты уже не можешь без тренировки, ты уже не можешь без пробежки, ты уже не можешь без того, чтобы, там, я не знаю, натощак мне выпить воды чистой. ты уже привыкаешь к этому и тело уже начинает этим заниматься постоянно понимаете и вот здесь это важно осознать понятно что у вас есть истории когда вы начали лениться есть булки пирожки пирожные а это конечно же затягивает это конечно же дает такой найти объединение это как вы знаете выпить алкогольчик а утром ты встаешь и у тебя тяжко вот такое состояние так вот важно вывести себя сначала это получать у нас силе воли в состоянии чистоты тела чистоты когда ты можешь его слушать понятно что когда вы загрязняете свой организм вот этим алкоголем вот этим вот вот этим вот таким продуктами переработки в неком таком опьянение конечно вставать не хочется конечно вставать не хочется так выкруйте энергетические воронки нет сейчас я не кручу энергетические воронки я не уже больше года не больше года подождите я не кручу воронки с января месяца февраля месяца февраля вот энергетические воронки не кручу больше крутила 7 лет сейчас не кручу понимаете да и вот здесь важно вот это вот это сейчас очень модное понятие detox и токс и прочее но вопрос даже не в detox и вопрос в том чтобы начать слышать тело рекомендую книжку по здоровому питанию называется обнаженная красота зубковой там очень много о том как правильно питаться ну я вам сказать свой пример мне очень сильно помогает еженедельный голод вот завтра четверг я буду голодать это очень сильно настраивает на знаете вкус еды когда ты начинаешь выбирать продукты не просто запихать в себя непонятно почему а как начинаешь чувствовать вкус продукта как это начинаешь понимать о это вкусно это невкусно начинаешь выбирать вкусный продукт я уже была на боли вы не поверите мы кушали в разных классных ресторанах сама вкусная еда была вегетарианском кафе это было настолько вкусно я очень много хожу пешком могу 20 км в день пройти массажист сказал что это мужское нужен баланс хотя я люблю ходить на самом деле она говорит что больше мужской энергии то неправда ирочка вы поймете дорогие мари что значит больше разку энергии вопрос в том что вы состоите из мамы и из папы и вас нет ваша мама и ваша папа не тут больше мужской либо больше женской вы такие какие если нравится ходить ходите любил иale ну знаете вот меня тоже там ну вот я тоже много хожу много бегу много занимаюсь спортом много занимаюсь силовым спортом и что вы хотите сказать что это про мужскую энергию сейчас такая сижу мужик перед вами да я прям мужик мужик и у меня большая сила воли наработанная сила воли и кто-то тоже может каждый там много мужской энергии но посмотрите на меня я похожа на мужчину вы поймите у нас внутри есть мама и папа у нас есть баланс мужского и женского и здесь можно не заморачиваться занимайтесь тем что вам нравится нравится много ходить и ходить и кто сказал что ходить это мужская энергия выбираем здесь не согласны категорически важно там где ты кайфуешь важно там где ты живешь на все сто поэтому пожалуйста ходите наше тело создано было ходить наше тело было создано с машины вертолеты и прочее но наше тело было создано двигаться и знаете у нас путь художника 11 неделя всем кто на пути художника отдельный привет именно 11 недель говорим что можно бесконечно медитировать все сюда пускать по ground ты физическое тело не прокачаешь ты не можешь заземлить это все понимаете вы через физическое тело опускаете свои продукты на землю вы можете на медитировать на красивое платье которые вы хотите создать пока ты руками физически его не сделаешь она не появится я то могу со стать какой-то проект беспокоя физически и ручками не настой это делать она не появится фасимочка моя прекрасная Привет, Настенька, спасибо. Олечка, спасибо вам, мои любимые, спасибо всем. Понимаете, пока ручками физическими нельзя, а чтобы сделать ручками, должна быть сила в руках, в теле. А без этого никак, без здорового образа жизни, без физической нагрузки никак. Если вы хотите жить на 100, то, пожалуйста, правило, каждый день заниматься спортом, каждый день правильно дышать, каждый день правильно питаться, находить различные варианты, правильное питание, правильного дыхания и прочее. И благо у нас сейчас огромное количество историй, где мы можем это делать. Пожалуйста, наши чаты, чат по голодовке, чат по планке. Я активно это делаю, я сейчас хочу запустить проект «Жизнь на 100», где мы будем прям еще активней. Отказываться от глютена, отказываться от сахара, отказываться от этого всего. Поймите, если вы хотите жить на 100, вы должны привести свое физическое, энергетическое тело к состоянию, когда оно в ресурсе. А энергетическое и физическое тело не может быть в ресурсе, когда вы его пичкаете всякими травами. Вспоминать, когда вы вечером выпили бокальчик вина, вы утром встаете, и он плохо. Это про это, когда вы не можете жить на 100 после бокальчика вина. Понимаете? Вы не можете жить на 100 после гамбургера, съезденного в Макдональдсе, после там коробочки конфет. Понимаете? Это не жизнь, а стой. Будьте честны с собой. Это отрава для организма. Отрава. Я сейчас прилетела с Бали, вообще помешанная на здоровом образе жизни. Сейчас привезла такую детокс программу, у меня детокса очищения от паразитов. Там такая программка, мы там пьем травки, там разные маслица. Я все время это все изучаю. Я все время вгружаю. Многие знаете меня. Вы многим меня знаете. Мне говорите, Юль, как тебе удается быть в таком ресурсе? Первое мое правило. Я очень подробно слежу за своим физическим и энергетическим телом. Очень подробно. И это касается голодных дней, это касается утренних планок, это касается физических нагрузок. Вы поймите, вы когда не занимаетесь спортом, у них тростовать не хочется. У вас мышцы встать не хотят. Поэтому обязательно, обязательно вводите здоровые образы жизни, здоровые привычки. Спорт, бег, танцы, я не знаю, велик, все что угодно, все что вам нравится. Но мышцы должны двигаться, мышцы должны двигаться, мышцы должны двигаться. Если мышцы не двигаются, вы вставать не можете по утрам. У вас должны быть силы встать, понимаете? Юля, а горький шоколад ты не кушаешь? Олечка, я очень редко, но я покупаю, знаете, без сахара шоколад, если ем. Я вот сейчас в Бали привезла себе просто какао настоящее. Я просто какао замешиваю с водичкой и так пью. Ну, я уже отвыкла, видимо, от сахара. Но самое сладкое, что я ем, я утром взбиваю ягоды и бананы. Это очень вкусно, сладко, но сейчас, понимаешь, я свернулась в Бали. Там вот Виорика, моя девочка, которая там мне помогает, она вообще не ест фрукты. И я, когда перестала есть фрукты, у меня прыщики прошли, вот там всякие выделения, молочницы. Потому что фрукты – это тоже фруктоза, и они тоже бактерии плодят, понимаете? Вы помните, сахар, вот я вам прям так скажу, сахар, сахар, он в вашу жизнь попадает, и там начинают размножаться вот эти все, ну, наверное, много девочек в эфире, да, вот эти молочницы, все эти белые выделения, эти сопли – это же все слизь, которая образует сахар. И вопрос в том, что вы съели шоколадочку, вы положили две ложечки сахара, а у вас эта слизь начала образовываться. А когда слизь, понимаете, у вас вот эта слизь, она внутри вас плавает. И поэтому я сейчас вот после Бали задумалась, прям реально, я после обеда хочу отказаться еще от фруктов, реально. То есть до обеда буду есть фрукты, после обеда откажусь. И это, ну, прям классный довод. Я благодаря твоему марафону на богатство перестала есть сахар и пить кофе, вот супер. Вот я от кофе пока отказаться не могу, но вот сахар, вы поймите, вот еще раз прям почитайте про сахар, он реально слизь в организме образует. Ой, у меня мужчина, я тут про такие вещи, мужчины, здравствуйте. Вот, понимаете, да? Поэтому, пожалуйста, это очень важно – здоровое питание. Я не являюсь диетологом, но поверьте мне, я вообще с самого раннего детства слежу за своим питанием. Я, наверное, уже про диетологию знаю очень много. Про там нутрициологию, прочитала много книг, я знаю, как это на мне. Я вот если питаюсь правильно, я чуть-чуть съела, не то я сейчас на Вали поехала, я там переела фруктов. Ну, как там не есть эти мангустины, шмангустины, там все вот эти вот вкусняшки, папайи и прочее. Я понимаю, у меня сразу отеки, сразу прыщи, понимаете? Потому что глюкозы слишком много, организм чистый. А когда организм чистый, он сразу реагирует. И сразу реагирует тем, что хочет с тобой больше поспать, больше поесть. Вспоминайте, когда вы после дня рождения выходите или после Нового года, и утром вы встать не можете, понимаете? Какая энергия, если вы поели эту еду, которая у вас бродит, у вас вино в животе бродит. Вы попробуйте один раз взять все, что вы съели за раз, в кастрюлю смешайте и поставьте в теплое место, у вас в желудке теплое место. Понятно, вот там процесс брожения и вони. О какой энергии может идти речь? Поэтому, дорогие мои, питание и физическая нагрузка – это первое, что ведет нас к жизни на стол, понимаете? Мед тоже не ешь? Нет, мед не ем. Ну, мед – это глюкоза, ну, люди, ну, будьте честны, мед – это тоже глюкоза. Это подмена все, что мед – это здоровое питание. Вот жалко, много ем фруктов. У меня идеальная кожа, много ем фруктов. Ну, вот я говорю, что, опять же, какие фрукты? Если там все время эти бананы есть, там очень много глюкозы, виноградия, очень много глюкозы, фруктозы, да? А это все выделение, выделение, выделение. Вот, ну, в общем, с точки зрения физического тела, я думаю, понятно, я больше на этом останавливаться не буду. Давайте перейдем к нашей, ну, к нашей уровне души. Что такое уровень души и жизнь на все сто? Сейчас стою и кушаю, да, Ирочка. Что такое уровень души на жизнь на все сто? Наша душа, да, мы смотрим второй аспект. Наша душа пришла сюда проживать в миссию. Это моя любимая тема, я люблю тему про миссию. Я вообще очень много про предназначение. Так, а в шоколаде без сахара, там стевия, она более полезна? Стевия, да, более полезна. Но, опять же, Женя, вот понимаешь, ты когда себя приучишь, не есть сладость вообще. У тебя и хотеться не будет. Вы 21 день побудьте без сахара, вам потом расхочется. Потому что сахар это как наркотик, понимаете? Стевия полезнее, но, опять же, не надо ее тоннами употреблять. Я не ем стевию пока что. Ну, я не ем стевию. Я вот из самого сладкого ем банан. По утрам я делаю смузи, у меня там черная смородина, малина и банан. Вот у меня смузи утренний. Вот. Ну, а вот многие едят стевию и говорят, что это нормально. Ну, я пока не люблю эти все химикаты. Я не знаю, как это отразится на моем любименьком теле. Вот. Идем дальше. Про душу. Душа на все сто. Как с точки зрения души жить на все сто? Это все, что связано с миссией. Глобально мы все понимаем, что наша миссия пришла в этот мир реализовать какую-то свою важную задачу. И миссия, она действительно создана чем-то таким, когда нам нужно делиться с людьми. И здесь бывает очень часто перекос. Нам очень часто кажется, что надо что-то отдавать людям. Но в базе своей вы должны понять, что вы сможете пойти в миссию только тогда, когда вы поймете то, что нравится делать вам. Когда вы поймете, что действительно приносит вам удовольствие, тогда вы сможете этим делиться. Когда вы сможете понять, что именно нравится вам, тогда вы сможете этим делиться. И вы должны это четко понимать. Миссия связана с вашим внутренним состоянием удовольствия и кайфа. Потому что только через внутреннее состояние и кайф вы сможете отдавать людям. Но если глобально посмотреть, миссия – это когда вы пришли отдать людям какую-то свою энергию. Ну, я не знаю, ну что. Ну, вот, допустим, это моя энергия. Вот она выражена вот в такой пирамидке, да. И я эту пирамидку могу людям передавать через что угодно. Сегодня я ее передаю через свои расстановки, марафоны и прочее. Завтра, может быть, я начну платье шить и передавать эту энергию. Поймите, важно понять не то конкретно, что ты делаешь, а важно понять, что тебе нужно делиться своей энергией любыми методами. Вы знаете, я пример приведу. Многие знаете, что я специализировалась всегда на расстановках, на каких-то вебинарах. А нечаянно ко мне пришла история с марафоном «Три восьмерки». А вообще я не была никогда специалистом в марафонах. Она просто ко мне пришла. Когда я начала свою пирамидку передавать другим способом, способом марафона, понимаете? И вот вы должны четко понимать. Задача – понять не что конкретно, а понять, как ты можешь отдавать. И это может быть абсолютно разное. То есть нет задачи понять, тебе быть бухгалтером, или юристом, или швеей, или психологом. Задача – просто признать, что у тебя есть какая-то такая энергия, вот как у меня сейчас эта пирамидка, которой нет ни у кого. Понимаете? Задача – это понять и начать передавать. Поэтому важно не фокусироваться на том, что конкретно мне причинить людям, как вы любите, да? «Сейчас я стану психологом и всем помогу». Нет. Задача – понять, что ты что-то важное в мир несешь. И вот в эту секунду, вот сейчас, в этом эфире, поймите, я не делаю расстановку, да? Спасибо, Иночка, что я супер-расстановщик. Да, я люблю расстановки, я через ловки много делаю. Я реально классный расстановщик, я это знаю. Но вот сейчас в эфире я не делаю расстановки. Но я вам передаю каким-то образом свою энергию. И сейчас я это делаю через прямой эфир, понимаете? И важно признать, что ты эту энергию излучаешь. И ты можешь излучать ее через все, что угодно, просто через улыбку, через слово, через расстановку, через платье, через все, что угодно, через марафон, через просто передачу еды, понимаете? Через все, что угодно ты можешь передавать это. И когда ты это признаешь, что твоя миссия в передаче какой-то твоей уникальной энергии, ты расслабляешься. Потому что когда мы сидим, миссия, что моя миссия, нам хочется этого что-то конкретное упаковать, тогда ничего не случается. А когда вы признаете, что у вас есть уникальная, классная ваша энергия, вы ее начинаете передавать. Пора делать платье. Да-да-да, значит, когда-нибудь я начну, наверное, платье тоже делать. Тогда вы начинаете ее передавать, и у вас уходит вот эта тема, знаете, напряжения. Напряжение. Сейчас я буду делать расстановку и быть в своей миссии. И тогда у вас начинает течь жизнь, и вам предлагаются различные варианты. И тогда я ловлю себя на том, что я сижу на Бали, на пляже, делаю расстановки на пляже, понимаете? И я понимаю, что я что-то важное при этом делаю. Например, понимаете, да? И вот жизнь на 100 с точки зрения миссии, с точки зрения души, с точки зрения назначения, она про это. Когда вы признаете, когда вы признаете, что вы в этом мире не просто так. Вы пришли к какой-то вашей уникальной энергии, и вам нужно ее раздать. И вы прямо сейчас, вот сейчас, находясь здесь, уже можете это делать. И вы начинаете отдавать то, что у вас есть. Не причинять кому-то, знаете, сейчас я как причиню кому-то платье, а просто понимать, что у вас эта уникальная энергия есть, вы начинаете ей делить различными способами, методами и прочим. Любыми, какие идут. Это могут быть астрологические консультации, просто поговорить. Это может быть просто фотография, это может быть просто пост, все что угодно. Не обязательно в миссии находить что-то такое. Сейчас я займусь благотворительностью. Нет, это не об этом. Это о том, как начинаешь проживать свою жизнь и понимать, что ты здесь со своим особенным светом. И ты ходишь и светишь. За рулем едешь и светишь. В метро едешь и светишь. И ты понимаешь в этот момент, что ты здесь проживаешь что-то важное. И от тебя идет эта энергия. От тебя идет этот свет, эта любовь, эта уверенность, это понимание, что ты в миссии, что ты здесь не просто так. Ты понимаешь, что твоя жизнь протекает на все сто, только потому, что ты родилась и потому, что ты живешь. Понимаете? И это понимание жизни на сто с уровня души. Так, Женечка что-то пишет? Просто огонь. Ты просто излучаешь уверенность, любовь, нежность, открытость. Наполняюсь и улыбаюсь. Спасибо за утро. Благодарю. Вчера слушала очередной твой подкаст, пока гуляла. Спасибо тебе, люблю тебя. Потом светилась на работе. Я вас тоже, девочки мои, люблю. И вот, знаете, это хороший пример того, когда ты реально в миссии. И ты подкасты пишешь, эфир даешь, там что там еще, гуляешь просто по улице. И ты излучаешь эту жизнь на все сто с уровня души. Ты понимаешь, что ты здесь не просто так. Ты уже свет. И ты чего-то важное делаешь. Понимаете, я сейчас в дороге, еду домой, в Осетию, живу больше в Грузии, подружилась с хозяйкой отеля, вдохновила ее, но она аж расцвела, так мне приятно. Я очень рада, я очень рада. Так, понимаете, да, мои девочки прекрасны? То есть, смотрите, с точки зрения физического тела, жизнь на все сто, это использовать свое тело по полной. Сделать все, чтобы каждый день твое тело еще больше могло выходить в ресурс. Жизнь на все сто, с уровня души, это понимание, что ты здесь находишься для чего-то важного. И разрешить себе проживать, проживать здесь в миссии. И это не обязательно кому-то что-то причинять. Это понимание того, что ты уже излучаешь что-то важное и живешь. Тогда ты живешь и светишься. Ты даришь людям улыбку, даришь людям уверенность, даришь людям вдохновение. И третий, самый сложный уровень, это уровень личности. Что такое личность? Это наше левое полушарие. И с уровня личности мы тоже живем на нашей планете. И здесь тоже важно признавать и принимать, что личность есть. Если глобально говорить, то у нас где-то 33,3% души, тела и личности. И вот с уровня личности, жизнь на все сто, внимание, внимание, с уровня личности, это впервые я вообще говорю. Я еще не говорила об этом. С уровня личности, жизнь на все сто, это каждый день улучшать качество своей жизни. С уровня личности, жизнь на все сто, это каждый день увеличивать качество своей жизни. Что такое качество жизни? Лучшие платья, лучшая еда, лучшие машины, лучшие перелеты, лучшие отели. И с уровня личности, жизнь на все сто, это каждый день стремиться к тому, чтобы твоя жизнь становилась качественна, но другого и нового уровня. Вот что такое жить на все сто с уровня личности, понимаете? И тогда у тебя появляются лучшие украшения, лучшие компьютеры, лучшие телефоны, лучшие отели, лучший отдых, понимаете? Вот она жизнь на все сто, когда ты оглядываешься и понимаешь, что ты уже бизнес-классом летишь в самые дорогие отели мира. Вот что значит жить на все сто с точки зрения личности. И ваша задача это признать и принять, и принять, что это нормально, хотеть машину лучшего уровня, хотеть квартиру лучшего уровня, потому что это и есть жизнь на все сто. Это жизнь на все сто с уровня вашей личности, понимаете? То есть, резюмируя, сегодняшний эфир называется «Жизнь на все сто». Резюмирую, у нас есть три направления. Тело, личность и душа. С уровня тела я хочу иметь самое здоровое и энергетически мощное тело. Для этого я занимаюсь спортом, питаюсь правильно. Второе, с уровня души. Я знаю, что я здесь нахожусь не просто так, и мой внутренний свет распространяется, и я несу его через все, что угодно. И если сегодня я делаю это через расстановки, через марафоны, через подкасты, через эфиры, через чаты в Телеграм, то завтра, может быть, я реально начну шить платья и буду своими платьями нести свет. И здесь неважно, не надо заморачиваться через что. Третий уровень. Уровень личности. И я знаю, что я с уровня личности хочу каждый день увеличивать качество своей жизни. Я хочу начинать жить в лучших квартирах, в лучших домах, путешествовать в лучшие страны и жить в лучших отелях. И тогда я каждый день делаю все, чтобы в моем пространстве становилось больше благости, больше конкретных, материальных, классных вещей. Понимаете? Вот и все. Вот и весь секрет жизни на 100. Вот оно. Это все теперь нужно объединить. Понимаете? Как правильно обнулиться и начать сначала? Светочка, как? Вот так, прямо сегодня. Прими решение, что ты сейчас в этой точке начинаешь сначала. Сядь и поставь себе цели. Где ты хочешь быть с уровня физического тела? Прям садитесь и пишите. Сколько ты хочешь весить килограмм? Как можно выглядеть твое лицо? Какой длины должны быть твои ногти? Какие должны быть твои волосы? Какие должны быть твои губы? Садись и пиши. Поскольку ты хочешь вставать? Все, что связано с энергетическим телом. И подумай, что нужно делать для того, чтобы ты стала весить 50 килограмм. Что нужно сделать, чтобы там, я не знаю, у тебя не было прыщей. Что нужно сделать, чтобы твои волосы были до спины. что конкретно нужно сделать, чтобы твой целлюлит стал меньше. И ты пишешь, чтобы я весила 50 килограмм, мне надо перестать есть после 6. Чтобы я там весила 50 килограмм, я, наверное, пожалуй, начну голодать по субботам, потому что я еще и миссию ищу. Чтобы мое тело было без целлюлита, я, пожалуй, начну ходить на массаж каждый четверг. И здесь про ответственность. И когда ты занимаешься этим телом, ты выходишь с массажа в четверг, думаешь, какая я офигенная, как сильно, мощно может быть мое тело. Понимаете? Второе. Ты смотришь на себя с уровня души и думаешь, да, я реально здесь свет, я тот свет, у меня, смотри, что с лицом, я реально какой-то свет сегодня. Не понимаю я, освещение такое, что-то, или снег на улице. Засмотришь на себя с точки зрения души и думаешь, я здесь не просто так, я буду дарить этот свет, и ты выходишь на улицу, и ты даришь этот свет всем, у тебя идеи приходят, как сделать так, чтобы людей жизнь стала лучше, как вдохновить на другое. Понимаете? И потом ты садишься с уровня личности и говоришь, так, чего я вообще хочу? А я хочу трехкомнатную квартиру в новом строительном доме за 50 миллионов. Я хочу машину новую с номерами 3 восьмерки. Я, кстати, хочу новую машину с номерами 3 восьмерки. А то я проект веду 3 восьмерки, а машины с номерами 3 восьмерки нет, надо новую машину. Да, например. И ты садишься и думаешь, что мне для этого надо сделать? И ты прописываешь, что ты будешь для этого делать? Пойдешь на марафон «Бесконечное богатство» для тебя, Ходорца, вдохновить, действовать, чтобы тебе денег больше в пространстве стало, например, да? Я, например, Тони Робинсу поеду, понимаете? Новый проект создам, поду еще где-то обучусь для того, чтобы у меня денег стало больше, чтобы я квартиру себе за 50 миллионов могла купить, понимаете? И это с уровня личности. И здесь это важно понимать, что жизнь на все сто – это жизнь реальная, я, где ты берешь ответственность, где ты действуешь, где ты светишься здоровьем, красотой, где ты светишься своей миссией, где ты четко понимаешь, что ты хочешь эту трехкомнатную квартиру, для этого ты будешь просыпаться утром и действовать. Понимаете, мои любимые? Вот она жизнь на все сто, и она об этом. Она именно об этом, когда ты проживаешь свою жизнь в ресурсе, в энергии, и ты можешь это все дарить другим людям, своим детям, своим знакомым, своим близким. Макар ходит и улыбается, хочешь, где поздоровайся. Макар говорит, маму, я тоже поздороваюсь с твоими. Вот. И тогда ваша жизнь действительно… Здравствуйте. Здравствуйте. И тогда ваша жизнь действительно очень яркая, классная и крутая. Понимаете? Вот. У нас вообще-то есть вопросы. Давайте я на вопросы поотвечаю, мой любимый. Вот. Вопрос. Где найти ресурсы для того, чтобы кайфовать от жизни? Вопрос. Ресурсы, следующие. Девочки, мои любимые, и мужчины. Ресурсы, они в вас. Вы – это самый главный и мощный ресурс. Вы поймите, когда вы будете искать ресурс извне, вы опять становитесь от кого-то зависимой. Макар, тебе привет передают. А когда вы от кого-то зависимый, вы опять маленькие, опять жизнь вращается вокруг кого-то другого. Поймите, жизнь будет вращаться вокруг кого-то другого, пока вы не влюбитесь в себя, не начнете искать все в себе. Нет ничего снаружи. Все в вас внутри. Вот в вас внутри все есть. Вы сама большая-пребольшая батарейка. Ресурс внутри вас. Перестаньте его искать снаружи. Перестаньте искать ресурс в шоколадке, в тортике, в Васе. Не ври. Кто мне пишет, не ври. Престаньте искать ресурс в Васе, в шоколадке, да, в ком-то еще. Ресурс, он всегда внутри вас. И важно брать этот ресурс и с ним выходить, брать ресурс и с ним выходить на новый уровень. Понимаете? Вот. Поэтому, Жень, самое важное, что ты должна сделать, чтобы найти ресурс, ты должна четко понять, что твое тело обладает огромным ресурсом и достать его из тела. Самое важное, что ты должна сделать, чтобы ты пришла в этот мир дарить свет и любовь, и ты улыбаешься, идешь и даришь его. Свои уникальные знания, Женя, конкретно ты, должна давать и передавать в мир свою уникальную энергию. И третье, ты должна понимать, что мотиватором для тебя всего этого могут быть реальные физические какие-то потребности. Отель классный. Юлия Хадарцева, кто хочет поехать? Все внутри, да. Кто хочет поехать Юлией Хадарцевой, Макар хочет? Кто хочет поехать Юлией Хадарцевой в Дубай на январские праздники? Это тоже очень классный мотиватор. Это тоже очень классный мотиватор из личностного уровня пойти действовать. Пожалуйста, сколько у вас там поездка? Около 100 тысяч стоит в январе в Дубай. Так вот сейчас подумайте, что вы конкретно можете сделать для того, чтобы вас сейчас 100 тысяч к вам пришло. Что вы конкретно можете сделать? Отдать людям, что-то создать для того, чтобы вам 100 тысяч пришло. И знаете, моя личная история, однажды я уехала с Макаром в Америку, может кто-то помнит, этим летом в мае, в мае мы летали в Америку. И я понимаю, что Америка очень дорогая страна. У меня 600 тысяч за неделю улетело. Я сижу и понимаю, мне надо либо возвращаться в Москву, либо что-то придумать. Потому что мне здесь еще три недели жить. И я села вот так вот и начала создавать новые проекты. Я могла уйти в депрессию, плохо спать, вернуться в Москву. Но я села, взяла свой внутренний ресурс, создала три проекта. Мы тогда запустили харизму, там еще два марафона. Мы запустили это все, продали. И я была в Америке, приехала наполненная ресурсом и круто еще провела все вот эти вот мастер-классы, вебинары, марафоны, понимаете? И это только про внутреннее состояние и внутренний ресурс. А если бы я ждала, что кто-то извне чем-то мне поможет, и я найду ресурс в ком-то извне, да ничего бы не было, понимаете? И вы поверьте, вы используете свое тело, свою личность и свою душу всего на 1%. У вас огромный потенциал, у каждого у нас огромный, преогромный потенциал, который мы должны использовать. И вы должны в это верить. Не нужно искать ресурсы извне, они все внутри вас. Все про вас, вы батарейка, вы внутренняя батарейка, вы поймите это. Я надеюсь, я вдохновляю вас на это, мне очень хочется вас вдохновлять на это. И да, Женя Аванесова, я тебе хочу сказать огромное спасибо. Женя мне говорит, что нужно людей брать в индивидуальный коучинг, и я подумаю о том, что может быть, с вами индивидуально работать, потому что мне очень хочется, чтобы вы начали жить. Понимаете, есть ощущение, что мы все как роботы, мы не живем, мы существуем. И хочется, чтобы вы начали жить. Я сейчас это ощущаю на себе. Я за этот год проехала более семи новых стран. И это такой кайф, видеть эту Америку с разных сторон, когда ты можешь по ней по всей проехаться. Это такой кайф, летать в Сингапур и увидеть бесконечные просторы, новые уровни. Это такой кайф сейчас летать на Бали, погрузиться в это пространство. И это понятно, что можно лежать на диване и умирать. А можно встать. Я вам скажу, я на Бали не занималась спортом, меня там подкосило немножко. Ну, потому что такое состояние, знаете, энергетическое, я там отлетела, я забыла вообще обо всем. Там у нас мощные были целители, шаманы. Я там все время в этих медитациях по часу, по два проводила. Я вчера лежу, и я не могу встать. Но я нашла в себе ресурс, поднялась, я сходила вчера на две тренировки. Потому что я понимала, что если я не схожу сейчас на спорт, мое физическое тело, оно вырубается. Потому что душа ушла в астрал. Понимаете? И это важно понимать. Вы должны быть в ответственности и за душу, и за тело, и за личность. Все три составляющие жизни на все сто важны. Если вы уходите слишком в духовное, вы теряете связь с человечеством. Понимаете? Вы не можете заземлять этот продукт свой. Вы не можете людям объяснять. В чем моя сила? Я вам скажу, что я реально смотрю на жизнь с трех аспектов. Душа, личность и тело. Потому что если я была только в душе, вы бы ничего этого не знали. У меня есть специфика. Я могу вот этот вот верхнее все вам материализовать. Почему? Потому что я через тело могу проводить, потому что я занимаюсь спортом. Понимаете? Потому что я человек, я об этом не забываю. Вот пример. Так что где найти внутренний ресурс для того, чтобы кайфовать от жизни внутри вас, внутри себя искать. Жить, жить. Вы здесь, чтобы жить. Какая-то была песня. Мы здесь, чтобы я не даже ее в сторисах вставила. Жить, чтобы жить. И ничего сложного. Скоро певицей стану похожей, да? Я ушла из материального. Сейчас балансирую. Важно, девочки, жить на сто. Вы поймите, это минута, эта секунда уже не вернется. То, что я сейчас говорю, это уже прошлое. И сделайте все, чтобы это прошлое поражилось на все сто. Я вот сейчас веду эфир, я отдаюсь на все сто. Я сейчас даже в эфире живу на все сто. Я не хочу что-то придумывать, замирать и прочее. Я хочу прожить. Как же все это совместить? Да вот так. Вот смотрите на меня. Я могу это совместить. Я беру канал. Ну, если говорить про расстановки, почему я занимаюсь расстановкой? Ну, это мне пошло. Вам может все что угодно пойти. Я в расстановку соединяюсь с высоким. Вижу историю на кармическом, родовом и вселенском уровне и отдаю это вам в материальном. Почему мои расстановки так круто работают? Потому что я могу соединяться с душевной частью, вот с этой неземной частью, с вселенской частью и русским языком вам ее рассказывать. И но раз где-то жестко, но это про человека, понимаете? И вот это соединение дает кайф. Когда у тебя есть физическое сильное тело, которое может от 4 утра расстановки делать. Когда у тебя есть соединение с душой, ты понимаешь, что здесь что-то важное, понимаете? Есть тело с личностью, когда ты можешь через личность людям донести, понимаете? Через личность людям донести. Вот почему мои расстановки настолько мощные и крутые? Потому что я это беру, через личность доношу, и мой физическое тело это выдерживает. Вот и все. Хочу там на расстановку. Давайте 4-го числа. Я завтра улетаю на Айваску. Я возвращаюсь в 4-го и сразу на расстановке. Я даже страшно представить, что будет за расстановку 4-го числа. Приходите на заместитель на расстановке 4-го числа. Всех жду. Вот совмещаю. Сижу в припаркованной машине, пока ребенок спит и слушаю Юлю, потому что поймала момент. Умница, да. Так, едем дальше. Вопросы. Бехартлэ, я не знаю, что это такое. Как вытащить свой ресурс? Иногда победить лень достаточно. Да, да. Вы знаете, как я говорю про книгу, да? Можно бесконечно ждать вдохновения, чтобы писать книгу. Можно сказать, с 8 до 9 я каждый день пишу книгу. Вот. Составлять себя иногда, да. Прямо вот садишься и говоришь, я с 8 до 9 пишу книгу. Все. И никаких отмазок, никаких отмазок. Да, я с 9 до 10 иду на спорт. И ты сначала себя в это... Нет, он 4-го у нас не онлайн расстановка, а онлайн расстановка когда-то попозже. Посмотрите, по расписанию. Напишите Машеньке, напишите администратору, он вам все сбросит, мои любимые. Или добавьтесь в расстановочный чат, там все время информация. Вот. Еще раз. Как вытащить свой ресурс? Дорогие мои, у вас есть ресурс. Иногда нужно прикладывать силу воли. Иногда нужно прикладывать силу воли. Вот для того, чтобы писать книгу, я прям беру с 8 до 9 пишу книгу. Понимаете? Так. Юля, здравствуйте. Постоянно пытаюсь жить, как я хочу, но у меня постоянно препятствие. Ничего не получается. Что делать? Дорогие мои, у вас очень часто вот это «Хочу жить, как я хочу», оно очень часто у вас похоже на то, не как я хочу, а как общество сказала. Понимаете? То есть общество сказала, что любовь к себе этот тортик. Выберете, едите тортик. Например. Что у меня текст на лице? Сейчас немножко повыше сяду, а то у меня текст на лице получается повыше сяду. Вот, понимаете? Поэтому здесь важно понять, если ты живешь как ты хочешь, тогда ты не будешь бороться с этим. Тогда ты живешь как ты хочешь, и живешь как ты хочешь. Понимаете? Какие препятствия могут быть? Какие у меня сегодня препятствия для того, чтобы эфир дать? Вот у меня ребенок сегодня дома. Это же не препятствие, чтобы эфир дать. Понимаете? Какие могут быть препятствия? Ну, там в пробке встала, ну открывай эфир, веди его из машины. Поэтому важно понимать, важно понимать, что это реально твой выбор. У нас очень часто есть внутренняя борьба, потому что это бывает не наш выбор. Я такая, мама сказала быть бухгалтером. Я пытаюсь быть бухгалтером, у меня нифига не получается. Когда общество сказала быть психологом, я пытаюсь быть психологом. У меня эти истории людей вот тут, и нифига не получается, понимаете? Очень часто мы думаем, что это нам то, что мы хотим, потому что социум сказал, или родители сказали. Поэтому важно выбрать то, что ты реально хочешь делать. Если тебе реально нравится разводить кроликов, ну разводи кроликов, и будь в этом в кайфе. Маша была прекрасным сопровождающим на марафоне. Она мотивировала, но как она перестала отвечать? Другой человек, прямо мотивашка испарилась. Маша, огонь. Ну, любимый мой, я вам так скажу. В наше время без коуча очень тяжело. Я сама имею коуча, который меня мотивирует и растит. Поэтому давайте честно. У нас сейчас есть возможности постоянно иметь наставника, коуча, вдохновителя. Пользуйтесь этим. Можно очень долго идти путь самому, а можно взять своих учителей, идти с ними. Поэтому ищите себя коуча. Я еще раз вам скажу. Я трачу 30% своего бюджета на образование. И для меня это нормально. Потому что, когда тебя вдохновляют и мотивируют, результаты лучше. Точно так же со спортом. У меня есть два тренера, которые меня вдохновляют и мотивируют. Которые мне говорят, ты можешь присесть 15. Я говорю, нет, я только 5. Я тебе говорю, 15. А потом раз и 16 заставляет сделать. Это не только про спорт, это про все. Очень важно иметь человека, который будет тебя вести, вдохновлять и дрючить. Понимаете? Поэтому это нормально. Найти себе наставника и быть с ним. И я благодаря Жене Аванесову сейчас напрямую думаю о том, чтобы идти в индивидуальный коучинг и вести вас. Ну, кто захочет. Кто захочет на всех ваших проектах. Я понимаю, что эти люди нужны. Потому что сама без них, без учителей своих я бы не была там, где я есть. И сейчас мир такой. Понимаете? Я ничего не понимаю сейчас. Вот. Поэтому это очень важно. Ищите своих учителей и будьте с ним. Еще раз скажу, что я до 30% бюджета ежемесячного расходую на образование. Так, едем дальше. Когда общество сказало, что ты должна быть хорошей, трудно потом из этого выйти. Жень, честно, мне общество на сколько раз говорило? 100-500 раз мне говорили, чтобы я была хорошая, удобная. Какая там еще? Люби себя, чихай на всех. И в жизни ждет тебя успех. Хочу свет как-то поменять. У меня не сместится. Вот. Идем дальше. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Ну что, английский, да. Нужно заставлять себя работать, когда нет вдохновения. Смотря что вы делаете. Вот, девочки, у меня реально, знаете, я вчера проснулась, но я после перелетов, знаете, после этих всех, мне так неохота книгу делать, а книгу надо доделывать, прям надо. И я села, заставила себя, а потом на какой-то минуте поняла, что, ну, я вдохновение поймала. Если это ваше дело, любимое дело, то иногда надо себя заставлять. Потому что иногда лень она затягивает. Это, знаете, как со сном. Если начал спать, то можно долго спать. Если это дело, которое, в принципе, вам не нравится, то надо бросать. Это, знаете, как один день, если у вас нет вдохновения, второй день, если нет вдохновения, третий день надо бросать. Вот так. Я вот так отвечу на это. Мне тоже сейчас фиолетово, что кто скажет, живут своей жизнью и кайфуют. Да, это так правильно. Поймите, сейчас те люди, кому пофиг на мнение других, они большего добиваются. Ну, любимый, знаете, вот даже на меня посмотрите. Вы же видите? Я сейчас только не заморачиваюсь. Потому что, во-первых, для всех милым не будешь, для всех не может быть нормальной дикции, правильного цвета лица, правильной прически, правильной губы. Здесь это вы должны четко понимать. Вы такие, какие есть. Это про вашу внутреннюю индивидуальность, про вашу внутреннюю харизму, про ваш индивидуальный свет. Потому что вот такой свет у всех. Вот смотрите, вот эта пирамидка, там мой индивидуальный свет, например. Кому-то не нравится пирамидка, кому-то не нравится коричневая, кому-то не нужно это. И с этим все в порядке. Ну, вот у меня вот такой индивидуальный свет, понимаете? Я иду с ним в мир, и другого не будет. Я не хочу из этой пирамидки сделать кружочек или квадратик, понимаете? У меня вот такая пирамидка. А когда вы пытаетесь подстроиться под кружочки и квадратские, это уже не вы, это не настоящесть. Это как резиновая кукла. И тогда люди чувствуют подмену, ничего у вас не берут. И это про миссию, про предназначение и, в принципе, про все. Поэтому глобально, вот я пирамидка, и ничего с этим не сделают. Вот такая коричневенькая, с черными вкрапинками пирамидка. Какая есть! Ну, у многих таких пирамидочек нет, и кто-то хочет взять такую пирамидку, как энергию себе. Тогда я эту пирамидку до всем раздаю. И она ничем не лучше или не хуже других фигурок. У кого-то может быть там квадратик, понимаете, зелененького цвета. А у меня вот такая пирамидка, все. И тогда вы вообще не паритесь. Тогда вам не надо наращивать попу, сиськи, губы, щеки и прочее. Потому что вы признаете, что вы классная пирамидка. И таких пирамидок больше в мире нет. Потому что отпечаток вашей ладони, он един. Сейчас как голос у вас одна, и все. И ни у кого больше такого нет. И люди этого хотят. Спасибо, Юля, подвесболим. Болимая любовь навеки. В мае мы туда возвращаемся. Кстати, на тренинг Бали еще два дня скидки. И через два дня цена поднимается. Поэтому успетьте забронировать Бали. Это очень крутой тренинг. Это очень крутой тренинг. Это, знаете, я даже сказала, что это лучшее, что было в моей жизни из тренингов. Даже удивительно, что это создавание чайной я. Давайте вопросы еще ваши посмотрим. Как понять, что нужно сделать для жизни на 100. Ну, Леночка, я уже ответила. Для жизни на 100 нужно здоровое физическое, энергетическое тело. Четкое понимание своей миссии. Что ты здесь не просто так. Даже не понимание, а понимание того, что ты здесь в принципе в миссии. И желание все время выходить на новый качественный уровень жизни. Желание все время выходить на новый качественный уровень жизни. Так, дорогие, мне надо не забыть успеть сохранить эфир. Добрый день, муж выпивает, как убедить бросить. Я говорю так, расслабляюсь. Ты ему не мать, не надо его ни во что убеждать. Займись своей жизнью. Когда вы хотите изменить мужчину, вы хотите быть ему мамой. Вы ему не мама. Это ваш партнер, вы его таким выбрали, какой он есть. Это то же самое. Если он яблоко, не надо из него пытаться сделать грушу. Его уже мама воспитала, вам не обязательно его воспитывать. Пьет, значит пьет. Это его выбор. Оставьте человека в покое. Мне нравится, собирайте манатки и уходите. Не надо воспитывать мужчин. Не надо воспитывать мужчин, вы ему не матери. И он уже вышел из того возраста, когда его воспитывала мать. Поэтому, ну, бросайте это дело. Когда вы хотите воспитать мужчину, он становится маленьким и ничего сделать не может. И тогда, когда он маленький, он все время с матерью борется. И он вообще пить не бросит. Займитесь своей жизнью. Может быть, вы сможете его вдохновить на то, чтобы он сам это захотел сделать. Займитесь своим развитием, своей миссией, своим предназначением, своим, не знаю, качеством жизни. Займитесь своей жизнью на сто. А он уже пусть сам решает. Либо он рядом с вами, либо, ну, до свидания. Не надо воспитывать мужчин, угомонитесь. Ваши мужья или ваши мужчины вам не дети. Ваши мужчины уже взрослые люди, они сами могут выйти на новый уровень. Займитесь собой. У вас у самих в жизни непонятно счет. Зачем вы пытаетесь воспитывать взрослых людей? Не надо из ваших мужиков делать того, кем они не являются. А если он яблоко, то он яблоко. Как бы ты на него ни кричала, ни медитировала, ни пыталась что-то из него сделать, он останется яблоком. Он станет грушей только тогда, когда он сам этого захочет. Он вам не сын. Понимаете? Прекращайте воспитывать взрослых людей. Взрослые люди, они такие же, как и вы. Вы не имеете на это право. Вы не боги. Займитесь своей жизнью. У вас часто у самих в жизни непонятно что. Наташенька, это не то, как вам. Это вообще очень частый вопрос. Не надо воспитывать никого. Вы пытаетесь в гордыню залезть, и вы думаете, что вы лучше него. Чем вы лучше него? Оставьте человека в покое. Если ему нужно будет, он сам бросит. Прекратите это. Любое действие рождает противодействие. Когда вы пытаетесь воспитывать своего мужчину, он становится автоматически маленьким ребенком. А маленькие дети, им денег на мороженое, никаких результатов и ничего. Не будет успеха тогда. Как только вы пытаетесь воздействовать на своего партнера, он сразу становится маленьким, а вы большие. А маленьким детям в угол. И никаких денег, никаких результатов, никаких побед. Поэтому задача идти выше, и он вдохновится идти подниматься еще выше. Ответ такой, мои любимые. Так, подождите, я должна проверить, чтобы у меня эфир сохранился. Еще 5 минут. Как же прожить на все 100? Жить, чтобы жить. И ничего сложного. Вот так. Идти жить. Шить платья. Печь блины. Бегать. Путешествовать. Кайфовать. Потому что жизнь одна. Вы поймите, в 2019 году у вас больше не будет возможности пожить. Вы сейчас умрете, родитесь, уже будет другое время. Сегодняшний день вы сможете прожить только сейчас. Никакой другой жизни вы прожить не сможете. Воспользуйтесь этими возможностями. Воспользуйтесь. Проходила, да. Понимаете? Воспользуйтесь этими возможностями. У нас сейчас такая классная жизнь. Это впервые, когда у нас все границы открыты. Можно весь мир посмотреть. Сделайте все, чтобы увидеть этот мир. Чтобы у вас загорелось сердце, загорелась душа. Сделайте все на 100. Сделайте все на максимум. Понимаете? Вот и все. Это весь секрет. Че? Все мне хлопают. Все. Вопросы закончились. Так, любимые мои, я с вами... Сколько уже минут? Меня просто боюсь эфир может не сохранить. Сейчас, 50 минут. Еще 4 минуты. Давайте вопросы. Дайте вопросы. Что я хочу вам сказать? А, что-то про чакры меня спрашивали. Про чакры. Я в ближайшее время хочу сделать марафон по чакрам. У нас есть базовые чакры. 7 базовых чакр, на которых у нас держится энергетическое пространство. С чакрами мы активно будем работать на Бали. Я всех вас зову на Бали. На Бали в мае. Это мощный. Это мощнейший тренинг. Я серьезно говорю, это лучший тренинг в моей жизни, который был в принципе... Я даже в шоке, что я его лично создала. Я не ожидала такого. Мощнейшие места. Мои расстановки. Энергетические практики. Конкретные, крутые. Вы даже не представляете, какие места. Целители, которые вот он на меня смотрит, и он так все видит. Понимаете, он считывает вообще всю информацию, говорит, что делать. В общем, вот так. И в январе я вас всех жду в Дубай. Полетели в Дубай на январские праздники. У нас там классный отель. Мы там будем два дня заниматься тренингом, потом путешествовать, делать практики в пустыне. Это будет очень классная перезагрузка пятидневная. Поехали в Дубай. Это на январские праздники. В феврале у нас три дня выездной расстановочный уикенд в Яхраме. Здесь совсем недалеко. Тоже поехали. Вот. Марафан по чакрам я создам, да. У меня сейчас он в голове есть, просто как этого заземлить надо. Люблю тебя, спасибо тебе. Я меняюсь, и мне это нравится. Я вас тоже очень, мои любимые, люблю. Бесконечно вас за все благодарю. Вы самые прекрасные. Ну все, тогда прощаюсь. До новых встреч. Я на связи. Я уже в Москве. Завтра улечу на три дня. И в субботу возвращаюсь. Всех жду в Москве на расстановках в субботу. Всем любви, любви. Всех люблю. Не забывайте ценить, любить, выбирать в первую очередь себя.